приветствую всех на моем канале сегодня я с моей помощницей внученькой катюши будем печь традиционный немецкий кухон это рождественский кухон называется штоллин кухон печется он всегда к рождеству это тяжелое такое дрожжевое тесто ставится ты мне сегодня поможешь мне поможешь и выпить чего можно намного раньше до рождества потому что если хранить его в прохладном месте то хранится до 2 3 месяцев приступим катюш давай тесто хоть и получается очень тяжелое но на вкус этот кухон получается очень вкусный что сегодня нам понадобится для того чтобы испечь штоллин кухон что нам катюш понадобится что мы приготовили молоко это масло масло 250 грамм мы разделили основное 150 грамм уйдет в тесто а оставшееся масло я растоплю чуть позже им нужно будет штоллин кухон смазывать что еще до сахар ванильный я сахарная пудра что это это разина это у нас изюм дальше мы приготовили это дрожжи дрожжи это мандрин да это у нас уже я взяла купила миндаль он уже видите измельченный если будет чуть под крупа крупнее тоже пойдет это не так важно но я взяла вот такой очень мелкий а также нам нужно будет до ацет от лимона цедра нам половинка понадобится и половинка цедра от апельсина это все что мне сегодня нужно будет приступим а также у нас на столе стоит вообще ставится традиционно адвенскранс но у меня сегодня вот такая композиция и горит одна свеча по немецким традициям за четыре недели до рождества это время для подготовки к рождеству каждое воскресенье зажигается по одной свечи естественно прошлое воскресенье зажглась первая свеча и всю неделю горит только одна свеча а уже воскресенье мы зажжем еще одну свечу вторую и последующая неделя вся будут гореть уже две свечи ну и так далее а уже в рождество перед рождеством уже будут гореть все четыре свечи ну и тогда зажигаются уже елки и рождественские огни ну мы можем приступить да катюша давай высыпай пожалуйста в чашечку муку и в цели в серединочке сделай небольшую ямку окрашу муку давай высыпем вот так сделай пожалуйста в серединочке нет середочки в середочке ямку в середке катюш вот так вот сделай мне здесь ямку мы сюда молоко нальем такую хорошую да вот такую ямку мы сделаем наливая аккуратненько теплое молоко сюда в серединочку аккуратненько теперь сюда же я положу дрожжи дрожжи у меня были в морозильной камере лежали я их разморозила поэтому они вот так вот немножечко стали вот такого вида но это никак не повлияет на расстойку теста вот эти дрожжи мы тоже сюда сейчас и теперь аккуратненько очень аккуратненько вот эти дрожжи вот здесь вот так смешаем вот так хорошо размешаем вот так дрожжи чтобы они разошлись и немножечко будем брать муку немножко муку смотри катюш вот так вот еще чуть-чуть возьмем муки и сюда и вот сделаем вот такое такое вот тесто как на оладушке как на блинчики да такой жиденькая вот смотри вот такое тесто мы сделали как на блинчики теперь нужно накрыть все это полотенчика накрывать отставить в теплое место минут на 15-20 чтобы дрожжи хорошо заиграли и приподнять с шапочкой пока дрожжи растаиваются я хочу подсушить слегка обжарить миндаль буквально пару минут а как только слегка цвет стал немножечко меняться все я его убираю с плиты иначе как горит миндаль готов а также натру половина цедры лимона и апельсина после того как опара вот так хорошо поднялась можно замешивать тесто а теперь все оставшиеся ингредиенты нужно положить сюда в опару и замесить тесто высыпай катюш сахар ванильный сахар теперь ванильный сахар тоже сюда высыпай дальше что у нас давай уберем сразу миндаль который я пожарила высыпай сюда так ух на шапан до изюм сюда давай аккуратненько масло обязательно аккуратненько давай вот так масло подожди давай еще цедру лимона и вот так а теперь но сможешь ли ты ну-ка попробуй попробуй до подписывайтесь на канал давай-ка я сама буду вот так ты хочешь месить тесто а ты ручки ручки помыла ой молодец какая тогда давай попробуй ты давай на стол положим давай на стол положим ну-ка давай сейчас мы муку насыпем туда вот так а ну-ка вместе на тесто молодец какая и вот после того как тесто вот так уже хорошо вымешалось убираю его опять в чашечку накрываем полотенце и убираю на час-полтора в теплое место и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После того, как тесто уже немного поднялось, высоко это тесто не поднимается, потому что, как я уже сказала в начале, тесто тяжелое. То можно будет тесто уже раскатывать, хотя все равно хорошо видно, что оно поднялось. Разделить этот кусочек теста напополам. Одну половиночку убираю в сторонку, а эту половинку теста сделаю вот такую небольшую колбаску, премну и слегка раскатаю. В начале видео я забыла сказать, что мне еще понадобится марципан. 200 грамм марципана я разделю напополам и одну часть раскатаю в тоненькую колбаску такого же размера, как вот это тесто. Выкладываю посередине. И тесто с одной стороны загибаю вот так вперед, не совсем до края. Вот я оставила совсем чуть-чуть. Вот такую форму придаю. Вот эти края немножечко примять. И разделю я штоленкухой на кусочки. Я не буду вот таким целым кусочком печь. И вот этот кусочек теста я разделю на вот такие небольшие кусочки. Можно, конечно, тесто испечь одним куском, но я этого не хочу делать, потому что к чаю все-таки будет очень красиво, если я подам маленькими кусочками. А вкус останется тот же самый. Но если вы не захотите все-таки вот таким способом воспользоваться, как делаю я, кусочками, то тогда просто возьмите весь кусок теста, не делите его напополам, раскатайте вот в точно такую форму, примерно вот такой длины и ширины, в принципе, получится то же самое. На противень я выкладываю бумагу и перекладываю штоленкухой кусочки на таком расстоянии примерно, потому что они все-таки в духовке еще немного разойдутся. После того, как я штоленкухой раскатала и разрезала, накрываю еще раз полотенцем и оставлю растаиваться минут на 40-45. Но вот эта выпечка все-таки требует немного времени. Не расстраивайтесь, наберитесь терпения, и у вас все получится, и вы будете очень приятно удивлены. Прошло ровно 45 минут. Теперь штоленкухой нужно слегка смазать сливочным маслом. Да-да, конечно, это калорийная бомба. Ну и печем-то мы их один раз в год. В предварительно разогретую духовку на 170 градусов я отправляю штоленкухой выпекаться около 20 минут. Смотрите по своей духовке. Цвет должен быть не зажаристый, а слегка румяный. У меня выпекался штоленкухой, приблизительно 17 минут вверх и низ, а 3 минуты я выпекала на режиме вентилятор. Теперь кухонную вот так сделаем дырочки. И теперь еще раз смазываю все это растопленным сливочным маслом. Вот для этого мы и сделали с внученькой вот эти дырочки, чтобы масло туда хорошо могло попасть. забыли дырочки в нем сделать, да? Ммм... После того, как штоленкухой хорошо остыли, их нужно очень-очень хорошо, прям вот так обильненько. Ну уж, как получится у Катюши, да? Посыпать сахарной пудрой. Дай, Катюш, я покажу. Ну-ка, смотри, вот так надо. Ну давай, я покажу. Смотри. А теперь снегом. Как будто снег идет, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну давай, теперь я буду, давай? Давай. Сейчас мы еще возьмем сахарную пудрой, а потом попробуем, что у нас получилось, да? Угу. Затклейка волосы, да? Ну что, будем пробовать? Да. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Я вот так разломлю сейчас. Вау. Мука. Девчонки. Смотри. Смотри. Кликарай у нас, да? Да. А! Ну все, все, все. Ай, меня вымазали всю. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Готовьте вместе с детьми. Это им так и нравится. А на сегодня все. Мы поздравляем вас с наступающими праздниками. До новых встреч. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok